6 мая на улице 40 лет октября в городе Кимра в жилом доме произошел пожар. В ходе тушения на пепелище обнаружены тела трех человек, двух женщин 32 и 63 годов рождения и мужчины 58 года рождения. Следователями и криминалистами Следственного комитета во взаимодействии с сотрудниками МЧС и полиции проведен осмотр места происшествия, опрош на очевидцы случившегося, установлены личности погибших. Для выяснения точной причины пожара в ближайшее время будут назначены пожарно-техническая экспертиза, для установления точных причин гибели людей судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Накануне Дня Победы тверские десантники пришли навестить своего старшего брата по духу и оружию, фронтовика Сергея Николаевича Серова. Оливаемся. Прошу хоть каким-то защиту оливаем. Здравствуйте. 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 Привет. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Последний оставшийся в живых фронтовик, воевавший в годы Великой Отечественной войны в воздушно-десантных войсках. Три ордена Отечественной войны за взятие Будапешта, Праги и Берлина. Это говорит о многом. И недаром у нас в нашем штабе, в нашем союзе десантников, на самом видном месте висят три портрета. Нашего президента Путина Владимира Владимировича, командующего ВДВ Сердюкова Андрея Николаевича и Серова Сергея Николаевича, гвардии рядового, еще совсем молодого солдатика, пока что с единственной наградой – медалью за отвагу, которую он получил как раз за взятие очередного важного языка. Первую фронтовую награду Орден Красного Знамени за форсирование Днепра гвардии рядовому Серову вручил лично генерал-полковник Рокоссовский. Вручая 16-летнему парнишке Орден, легендарный полководец по-отечески сказал «сынок, так ты же герой». И эти слова Серов запомнил на всю жизнь. Испытываем очень большое счастье, что мы можем этих людей, наших ветеранов, видеть живыми, сжать их твердые руки, мужские, десантные руки. Низкий поклон за то, что мы можем жить, ходить, улыбаться, радоваться мирной жизни. Спасибо вам большое. Мы просим вас как можно дольше быть с нами. Спасибо. Победу гвардей Серов встретил в Берлине, за взятие которого награжден вторым после Вены орденом Отечественной войны первой степени. Десантная хватка, самообладание и умение постоять за себя и своих близких не покидали ветерана Серова много десятилетий. Но возраст дает о себе знать. А потому каждый фронтовик для нас, не знающих ужасов войны, бесценное сокровище, которое нужно хранить и оберегать. И это действительно большое счастье, что они еще среди нас и для нас. Ну это просто как икона, наверное, как знамя. И как, наверное, показатель того, что мы русские и мы непобедимы. Редактор субтитров А.Семкин